Добро пожаловать в Академию Хана. Еще более сложные задачи на проценты. Пусть я пришла в магазин, и в моем бумажнике сегодня 50 долларов. Сегодня в магазине распродажа, и распродажа на 25% от стоимости, обозначенной на ценнике. То есть, если обозначена какая-то цена на вещи, то я должна заплатить на 25% меньше. Спрашивается, если у меня есть только 50 долларов, какая самая большая цена может быть обозначена на вещи, чтобы я могла ее купить? Ну, давайте посчитаем. Пусть Х – это самая высокая цена, которая обозначена на вещи. Тогда давайте посчитаем, чему будет равна цена со скидкой. Это будет Х минус скидка, то есть минус 25% Х. И это цена со скидкой. Ну, и будем считать, что никаких налогов с продажи нет, что я плачу ровно цену со скидкой. Давайте перепишем это. Вы помните, что 25% – это 0,25. Х минус 0,25 Х. Ну, и это… Давайте тоже упростим. Х – это то же самое, что 1Х. 1Х минус 0,25 Х – это 0,75 Х. И это цена со скидкой. Все, что я сделала, я переписала выражение Х минус 0,25 Х как Х минус 0,25 Х и упростила это выражение. Ну, давайте. Значит, 0,75 Х – это цена со скидкой. И максимальная эта цена может быть равна 50 долларам, иначе нам не хватит денег. Итак, 0,75 Х равна 50. Если Х будет больше, чем то число, которое мы найдем, то цена со скидкой будет больше 50 долларов, и уже я не смогу эту вещь себе купить. Возвращаясь к математике, нам надо поделить обе части уравнения на 0,75 Х. Самая высокая цена, которая может быть, это 50 делить на 0,75. Давайте посчитаем. 0,75. 0,50. Опишем несколько нулей после запятой. Переносим десятичную точку на 2 разряда. Это означает, что 50 разделить на 0,75 – это то же самое, что 5000 разделить на 75. Давайте делить. 50 разделить на 75 – это 0. 500 разделить на 75 – это, я думаю, что это 6. Да, 7 будет многовато, наверное, 6. Давайте попробуем шестерку. 6,5 – это 30. 0 пишем 3 в уме. 6,7 – 42. И 3 – это будет 45. 500 минус 450 – 50. 0 сносим. О, у нас опять 500. Это мы знаем. Будет 6. Вычитаем 450. Получаем 50. Ну, я думаю, что вы уже видите закономерность. И дальше будут получаться шестерки. Не назло вам такие числа. Подобрала просто так получилось. Итак, самая высокая цена, которая может быть на ценнике, чтобы я могла купить эту вещь, это 66 долларов. И если мы округлим до цента, то будет 67 центов. Если записывать точное решение, то это будет или 66 и шестерки в периоде, или вы знаете, что точка 6666 – это 2 трети, то есть 66 и 2 трети. Ну, поскольку мы говорим про деньги, мы округляем до ближайшего цента. Итак, самая большая цена, которая может быть на ценнике, чтобы мне хватило 50 долларов, это 66 долларов 67 центов. Симпатичные туфельки за 55 долларов я могу купить, а вот кофточку за 70 уже нет. Надеюсь, что вы не только лучше теперь понимаете, как решать задачи на проценты, но и в магазин тоже сможете ходить успешнее. Давайте еще решим задачку. Пусть у меня было 100 долларов, и я их вложила в акции. Давайте напишем, у меня было 100 долларов. И за первый год мои акции выросли на 25%. А вот на следующий год, во второй год, мои акции упали на 25%. Иногда это случается на рынке ценных бумаг. В первый год удачно, и у тебя портфель акций растет, а на следующий год стоимость падает. Спрашивается, сколько же у меня денег осталось в конце концов. Многие люди скажут, что это совсем просто. Если они увеличились на 25%, потом упали на 25%, у тебя осталось столько же, сколько было. Но на самом деле все не так просто, потому что 25% в этих двух случаях – это разное количество денег. Давайте посчитаем. Если мы начали со 100 долларов, и эти 100 долларов выросли на 25%, то 25% от 100 – это 25 долларов, значит, у нас в конце года стало 125 долларов. То есть мы увеличили свои сбережения на 25% или на 25 долларов. И вот теперь эти 125 долларов должны уменьшиться на 25%. Если у нас что-то уменьшается на 25%, это означает, что мы умножаем наше число на 75 сотых. 75 сотых умножить на 125. Давайте посчитаем. 125 умножить на 75 сотых. Я надеюсь, что это вас не запутало. Если величина уменьшилась на 25%, то теперь она составляет 75% или что-то же самое, 75 сотых от первоначальной величины. Давайте 5 и 5 – 25. 2 в уме. 5 и 2 – 10. 2 – 12. 1 в уме. 5. Вот тут ошибка на самом деле должна быть. 6, 7 и 5 – 35, 7 и 2 – 14 и 3 в уме. Это 17. Так, не 14, а 17. 7 на 1 – 7. И 1 – 8. 5, 7, 3, 9. Два знака после запятой. Итак, это у нас 93 доллара и 75 центов. Смотрите, у нас было 100 долларов. Они выросли на 25%, а потом упали на 25%. И в конце у нас осталось меньше, чем было. Почему же так получилось? Посмотрите, 25% от 100 – это величина, которую я получила. Это меньшее число, чем число, которое я потеряла, потому что потеряла я 25% от 125 долларов. Мне этот факт кажется довольно любопытным. Еще одна задача интересная про ценные бумаги, что если у вас была некоторая сумма, она выросла за год на какой-то процент, то насколько она может упасть, чтобы вы остались при своих, на сколько процентов. Ну, возможно, как-нибудь в другой раз мы решим и эту задачу. Теперь вы уже вполне готовы решать все эти безумные задачи на проценты. Удачи!